168. Толстая женщина. Мне вот не нравятся толстые женщины. Я считаю их больными. Большинство ведь реально больные, поскольку не могут перестать жрать как свинья. Это зависимость, как наркотики или алкоголь, постоянно что-то запихивает себе в рот. И вполне возможно, что есть чисто физиологические проблемы. Но чаще это лишь психология. Заедают стресс, так сказать. Но в основном от безделья. Когда нечем себя занять, то надо пожрать. Ну да, сейчас многие ходят на фитнес, в зал, тренируются и держат форму. Как бы. Но это, на мой взгляд, еще глупее. Тратить время, энергию, да и деньги на то, чтобы исправить то, что можно было просто не допустить. Если бы ты не жрала столько, то не пришлось бы столько пахать в зале. А она ведь за это еще и платит. Ну или ты за нее платишь. Ну и конечно, толстые женщины, они ущербны. Сами они так себя ощущают. Если бы нет, то они бы не нервничали. Когда я называю их толстыми или жирными коровами, они бы спокойно к этому относились. Это для них стресс, невроз. Неадекватность восприятия реальности. Ну она же ведь само совершенство. Как я могу, как я осмеливаюсь критиковать ее. Восьмой подбородок там, или третью складку на животе. Про жопу уж вообще молчу. И мне их не жаль. Совсем не жаль. Даже тех, которые ощущают себя изгоями. Потому что толстая женщина это помеха. Мало того, что она жрет много, тратит больше денег на еду, а потом на избавление от жира и похудения. Так она еще и места больше занимает. Но самое главное, она становится невыносимой. Раздражительной. И противной. А это уже не женщина, а какой-то мутант. Женщина, кто это не помнит, а добрая, веселая, улыбчивая, радостная и милая. Я знал таких, встречал, бывают. Да, и они не были толстыми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok